Казахстанский певец Тимаш Кудайберген впервые дал развернутое интервью телеканалу Казахстан. В беседе с известной журналисткой Даной Нурджигид артист рассказал, изменила ли его слава, а также поведал о своей мечте и трудностях, с которыми он столкнулся. Перед тем, как начать разговор, Дана Нурджигид показала зрителям детский рисунок. 3-4 года Димаш нарисовал себя в окружении музыкального центра, кассет и домры. Артист признался, что ребенком при помощи карандаша любил изображать себя стоящей на сцене. Проблемы с голосом на китайском конкурсе. Невероятная слава обрушилась на Димаша после китайского конкурса I'm Singer. Димаш поделился, что первый выход на сцену был особенно волнительным для него, так как впервые выступал перед двухмиллиардной аудиторией. Перед восьмым туром у меня болело горло, я сильно заболел, не мог разговаривать. С одной стороны думал, моя страна ждет, надеется. Поставили мне уколы, порядка пяти, кое-как собрали голос и я вышел. Голос звучал ясно, но после того, как я ушел со сцены, голос снова пропал. Несмотря на природный тар, необходимо трудиться, продолжил он. Димаш отметил, что смог благодаря занятиям расширить диапазон на несколько тонов. Но я не хотел, чтобы делали акцент на том, какой у меня диапазон. Пять или шесть октав, моя главная цель, немного отвалечь людей от обычной жизни и перенести их в вымышленный мир. Он ответил, что сейчас занимается вокалом порядка трех часов в день. Пять или шесть октав, моя главная цель, немного отвалится. Субтитры создавал DimaTorzok Не забудьте подписаться на канал, если кто-то еще не успел, чтобы вы знали о новых премьерах. Всем счастья и здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok